Ух... Всем привет! Это программа Кадр в кадре. Меня зовут Валерон. И прямо сейчас мы вам расскажем самые положительные, самые позитивные, самые нужные новости. Поехали. И первая наша новость про аграрии. И... и... Более 70 миллионов субсидий направили сельхозпроизводителям Приморья на проведение агротехнологических работ. Также им компенсируют и затраты на производство зерновых культур, овощей и картофеля. А я ящерицу хочу. Хе-хе. Ну вот. Такая история. И часть затрат на посевную компанию. Покупки минеральных удобрений, средств защиты растений и горюче-смазочных материалов это почти 90% от планового объема субсидий. Напомним. В этом году аграриям Приморского края запланировано увеличить посевную площадь до 495 тысяч гектаров. Новость отличная. Будет много картофеля, моркофеля и свеклофеля. В данный момент посевная компания проходит в активной фазе. Крестьяне сеют ранние зерновые, кукурузу, рис, картофель и овощи. Вторая новость про то, что Приморье лидер. Хе-хе. А в чем? Сейчас узнаете. Приморье признана лидером по открытости бюджетных данных в России. Регион становится лидером соответствующего рейтинга уже второй год подряд. Столь высокая оценка – результат совместной работы региональных властей и Министерства финансов Российской Федерации. Я ничего в этом не понимаю, но новость интересная. Давайте дальше. Правительство края старается сделать региональный бюджет максимально открытым для каждого жителя. Ежегодно проводит общественные обсуждения по проекту краевого бюджета на очередной финансовый год и, самое главное, плановый период, а также по проекту об исполнении краевого бюджета. Я все так же ничего не понял. Давайте продолжать. Приморцы принимают активное участие в этих мероприятиях. Прошлой осенью к процессу присоединилось более 120 тысяч человек. Вот сейчас уже что-то более-менее понятно, но мы продолжаем рассказывать вам новости. И третья очень интересная новость про новые медучреждения. Сейчас все расскажу. Два новых медучреждения появятся в Приморье. В селах Филаретовка, Лесозаводского городского округа и Заречном Октябрьского муниципального округа. Завершатся строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов. Уже летом почти 800 жителей сел будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях. Новые медучреждения. В принципе, ничего нового. Новые здания построены из местного бруса по нацпроекту в здравоохранение. Это первые в 2024 году фельдшерско-акушерские пункты, которые возводятся по программе модернизации первичного звена. Всего в этом году будет создано 14 таких объектов и две врачебные амбулатории. Классно! Тут даже сказать и пошутить нечего. Давайте дальше. В Филаретовке раньше жителей села принимали в кабинете, расположенном в почтовом отделении. Поэтому открытия ФАПа ждут и местные жители. Их 211 взрослых и 18 детей. Ну, удобно. Пришел за посылкой и тут же обследование прошел. Ну, жестко. Жестко. Хорошо, что им построили все эти здания и все будет новое. Вот, про новое. Новое – это хорошо. А это все новости на сегодня. Будьте здоровы. Ходите на почту только за посылками, а не за уколами. И берегите себя. С вами была программа Кадр в кадре. Меня зовут Валерон. Подписывайся на все мои соцсети и будь в курсе всего самого интересного и топового. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok